В 2023 году в России состоится 21-й международный конгресс лингвистов, который происходит раз в 5 лет. Казанский федеральный университет и Институт языкознания Российской академии наук получили право стать организаторами этого конгресса. Заявку на взаимное сотрудничество одобрил исполнительный комитет постоянного международного комитета лингвистов. На саммите и на конгрессе будут обсуждать самые актуальные проблемы в области лингвистики, начиная от теоретических вопросов, завершая вопросами организации преподавания лингвистических дисциплин. В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения Ивана Александровича Бодуэна де Кортене. Бодуэн де Кортене – это российский лингвист польского происхождения, родившийся в 1845 году в городе Радзимен под Варшавой. По родословной легенде происходил из древнего французского аристократического рода Кортене, ведущего свое начало от короля Людовика VI. В 1866 году со степенью магистра окончил главную школу в Варшаве, где изучал санскрит, литовский и славянский языки. Своё знание языков совершенствовал за границей, затем в Петербурге, Москве и Казани. Нам очень приятно, что заявка, поданная на право проведения Конгресса в 1937 году, была поддержана, одобрена. Ибо именно в этом году мы отмечаем 175-летие со дня рождения известного лингвиста Бодуэна де Кортена. А саммит наш, первый саммит, пройдет осенью. В октябре исполняется 145 лет со дня начала работы Бодуэна де Кортена в нашем Казанском университете. С октября 1875 года стал преподавать в Императорском Казанском университете. С 20 декабря 1875 года получил должность экстраординарного профессора, а с 9 октября 1876 года – ординарного профессора. Работая в Казани, Бодуэн де Кортена основал Казанскую лингвистическую школу, получившую международное признание. Именно поэтому Казанский федеральный университет удостоен чести в 2023 году провести 21-й международный лингвистический конгресс. Около 8 лет он преподавал в Казанском университете. Здесь он взрастил целую плеяду филологов, которые продолжат его дело и разовьют. Бодуэн де Кортенес совершил переворот в науке о языках. До него в лингвистике господствовало историческое направление. Языки исследовались исключительно по письменным памятникам. Он же в своих работах доказал, что сущность языка в речевой деятельности, а значит необходимо изучать живые языки и диалекты. Только так можно понять механизм функционирования языка и проверить правильность лингвистических теорий. В университете есть места, которые хранят память об Удуэне де Кортене. Это не только зал музея истории, императорский зал, в котором он когда-то бывал, но также и актовый зал в Институте международных отношений, высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации в Институте филологии. Именно здесь ребята занимаются, изучают наследие Удуэна де Кортене и становятся представителями Казанской лингвистической школы. Несомненно, вклад Удуэна де Кортене в изучение фонетики языков очень важен. Ученые из разных стран посещают Казанский федеральный университет, чтобы собственными глазами увидеть труды одного из самых выдающихся лингвистов мира – Ивана Будуэна де Кортене. Лев Диденко, Ленар Тавлетьяров, Универ-Ньюс.